Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не знаю, как быть дальше, пишет Астр, по имени Татьяна. Ну, как быть дальше, чтобы что? Да, то есть надо определиться, чтобы что, чего вы хотите. Пока вы не прикоснетесь к тому, чего вы хотите, вряд ли вы сможете увидеть, как вам быть дальше. Мы с мужем в браке почти 8 лет. Ну, соответственно, что вас объединяет с мужем, что у вас общего с мужем, да? Вот, что вас связывает с ним. Какие чувства у вас к нему на данный момент? Вместе вообще почти 12 лет. Ну, 12 лет срок большой. Вот. И тут, наверное, важно понимать, что, вероятно, есть привязка к человеку. То есть вы к нему привязались и, соответственно, чувствуете себя зависимым. Было всякое за это время, но мы справлялись. Ну, вот кто мы, да, как бы, то есть нет мы. Есть я, есть он. Вот, как-то я справлялся, как-то он справлялся. Тут, как бы, вот, нет ответственности личной. Вот, ее надо бы найти. У нас есть сын, ему 8 лет. Ну, значение сына для вас и для мужа очень важно. То есть какое значение имеется для вас, какое значение для мужа. Сын начал ручиться, когда должен был вот-вот родиться наш сын. Ну, кризис, кризис рождения ребенка, довольно частая история. После ссоры муж ушел и, как оказалось, не просто куда-то, а к девушке, которая была замужем. Он хотел серьезности и готов был развестись со мной. Ну, не очень понятно, какой серьезности муж хотел, да, и, как бы, опять же, если была ссора, и он ушел, то, скорее всего, там был достаточно серьезный кризис, который вы не замечали. Именно в силу того, что, вот, мы справлялись. Я ждала его возвращения почти год. Почему? Почему вы ждали его возвращения? То есть это непринятие всерьез позиции вашего мужа или что? Потом, постепенно, начала пытаться строить другие отношения. А были трудности какие-то в этом? Какие? Официально мы так и не развелись, он мне подал на развод, а мне казалось, что это просто бумажка, ведь для меня развод как бы уже состоялся. Ну, это, я бы сказал, такой небольшой самообман, потому что вы не можете строить отношения с другим мужчиной, не разведясь. Бумажка может быть формальностью, если люди находятся в отношениях, то есть, как бы, ну, сочетаться браком или нет. А вот находиться в отношениях с официально неразведенным человеком, это совсем другое. Тут, мне кажется, просто ваше нежелание брать ответственность на себя за развод. Через время муж узнал, что я не одна, было много грязи в мой адрес, и в адрес мужчины, с кем были отношения. Но, опять же, здесь чувствуется обид. Я не реагировала. Я думаю, вы реагировали, вопрос только в том, как. Когда ребенку было 3 года, тут написано 3-3, 5 лет, не очень понятно. Муж начал делать попытки наладить со мной отношения, то ли общение с ребенком, то ли все вместе. Я думаю, что здесь большая проблема в том, что вы не разграничиваете эту историю с вами, с ребенком. Я держалась полгода, говорила, что не верю ему, и что мне сделала очень больно. Что значит, держать держалась? То есть, хотелось, чтобы муж вернулся, да, хотелось его принять, но вот держалась. Ну, вот вам и объяснение того, почему не подали на развод, вот вам и объяснение того, почему пытались строить отношения, вот вам и объяснение тому, почему ждали его возвращения. То есть, он сделал мне больно, и боль, скорее всего, вы не прожили до сих пор. Общение с сыном никогда не препятствовало. Ну, здесь вы как будто оправдываетесь, сама не заметила, как, но мы сошлись снова. Это очень тревожный момент, потому что вы, опять же, не опираетесь на себя. Понимаете, да, то есть, вы себя не чувствуете, вы, как бы, ну, вот, к себе не внимательны в этом смысле. Он вернул меня. А это позиция жертвы, потому что вы не предмет. Вы не предмет, и вы не что-то такое, вот, что можно возвращать. Вы сами захотели вернуться. Но вы, опять же, здесь своей ответственности не видите. Какое-то время мы жили нормально. Что это значит? Что есть нормально? Что значит мы? Опять же, мы. Кто такие мы? Вот, непонятно. Так, но потом меня стало напрягать то, что он постоянно ездит в тот поселок, где живет эта девочка. Мои претензии обычно заканчивают ссоры. Его словами, что я все выдумываю, и моя ревность ему не дает. А вот здесь вопрос в том, да, как вы помирились. То есть, по большому счету, ну, примирение после расставания, оно сопровождается, как бы, какими-то, ну, решениями, какими-то выводами, какими-то, какой-то, какой-то работой над отношением. А у вас этого, как бы, ничего не произошло, судя по всему. Вот. Дальше. Значит, он хочет развестись. Я затихал, и до следующего раза. Ну, опять же, ничего не решал. Сейчас мой муж работает в вахту. В этот момент его межвахты я почему-то залезла в его планшет. Опять же, почему-то, то есть, вы упорно не хотите брать ответственность на себя, упорно не хотите признавать свои чувства, упорно не желаете, вот, встречаться с тем, что вы хотите. Значит, залезла в его планшет, это нарушение личных границ, проявление недоверия. Проявление недоверия связано с тем, что вы не доверяете себе. Ну, как бы, это вот красная нить вашего текста пока что. Увидел скринсчет в том, что он, а то, в общем, хочет возобновить отношения с этой девочкой, что она ему нужна, и без нее он не может. Ну, если это скринсчет, то, скорее всего, муж знал, что вы залезете, и, скорее всего, хотел, чтобы, как бы, вы увидели. Меня это как током ударило. Знаете, с одной стороны, вам сочинствует у вас, получается, повторная травма. С другой стороны, ну, как бы, этого слова можно было бы избежать, если вы были бы внимательны к себе. В это время муж был как раз там у нее. Каждую свою поездку он оправдывал тем, что девочка и ее муж, его друзья, почти все остальные родственники, вообще не угрозный отец, их дочерь. Но для подозрения, что он ее родной отец, это недоверие в себе, опять же, проявление ревности и неуверенности в себе. Когда муж вернулся, я сказала ему о том, что, зная его измерок, сказал, что он должен сам за себя решить, что для него лучше, кто у нас важнее, с кем он хочет быть. А вы-то? Вас опять нет. Вы опять перекладываете ответственность на мужчину. Вам-то, что важнее? Мы много разговаривали после того, как, после этого высказали, чего нам не хватает в отношениях. Все стало налаживаться. Обычно это лучше делать с психологом. Все стало налаживаться. Опять же, что все. То есть, вот, что все. Вот понимаете, да, это обобщение у вас. Претензий ко мне у него всегда было много, особенно по поводу моего личного веса, который я набрала за беременность и после. Но претензии, которые к вам у него были всегда, это как бы проблематика в отношениях ваших. А что касается веса, это отдельная тема того, что вы чувствуете себя, опять же, неуверенно, незащищенно. Если только нет каких-то биологических причин, физиологических причин для этого. Затем он уехал на вас, что я был спокойный, чувствовал, что у нас все хорошо. Вот опять же, да, ваше спокойствие зависит от другого человека. Ну, это чем проблема. Тут вопрос, как бы, про интересность вашей жизни в целом хочется поднять. По возвращению он уехал опять туда к ней ненадолго, типа на рыбалку, но в страну, как мне показалось, начал немного отдаляться. Вот у вас постоянная тревожность, что муж как бы, ну, что вы потеряете муж. Боитесь его потерять. Сейчас он опять на вахте, у нас сразу за 8 часов работает он в ночь, но даже так я чувствовал себя единственной, любимой и желанной. Вот это ваши проблемы. Вы хотите чувствовать себя единственной, любимой и желанной. То есть хотите привязать к себе мужа. Это неуверенность в себе. Отсюда ревность и так далее. Пару раз словила его на переписку. Кстати, девочка, о чем не знаю, просто факт. Но опять же, да, контроль-контроль, как бы... Позже он признался, что она его как-то то ли послали, то ли обматерила по пьяни. Ему спросила извиниться ее перед ним. Вот такие у них отношения странные. К вам это вообще никакого отношения не имеет. За время этой вахты у нас была ссора, где он сказал, что нам надо разрешить, мы мычим друг друга, и что он хочет, чтобы я была счастлива. Опять же, у нас была ссора. Какой ваш вклад в ссору? Так, я ответил, что для него хочу того же самого, если у нас получилось в случае друг друга наладить отношения. Вы хотите для него чего-то, но непонятно, чего вы хотите для себя. И опять у нас получилось наладить отношения. Что такое у нас? Что такое отношения? Что такое наладить? Непонятно. И что мы любим друг друга, поразон нам будет плохо. Опять же, кому нам, кто мы, мы помирились. Опять же, как мы помирились, как бы вы. Понимаете? То есть как бы ссоры непонятные, непонятно, какой вклад вы вносите в ссору. Примирение, то же самое. То есть непонятно, какой вклад вы вносите в примирение. То есть, ну, чувствуете, вот как бы у меня проблематика какая. До сегодняшнего дня вчера я чувствовал, что он как будто от меня отдалился. Не знаю, то ли я сама себя накрутила, то ли на самом деле так. Это ваша тревогница и страх. Но я решил проверить его инстаграм, нашел его прибытик со своим другом девочке, где было понятно, что он хочет снять отношения, а она нет, держала на расстоянии, говорила, говорила о том, что он женал, на что он отвечал, что у него со мной сложные отношения, так у них ничего не срослось. Кризис в ваших отношениях продолжается. Ваше упорное нежелание видеть глобальные системные проблемы продолжается. Ваше упорное нежелание сталкиваться с тем, что у вас есть свои собственные трудности, продолжается. Но прочитав то, что он написал другу, я поняла, что сгиба на своего ослышленного бы еще он не додумывался. Скорее всего. Проблема не решилась. Сегодня я искал его поддержки, говорил о том, что мне не хватает его внимания. Вот опять же, да, попытка как бы опереться на другого человека. То есть муч для вас это костыль. Пытался всячески убедиться, что он меня любит. Это неуверенность в себе, ну и соответственно заниженная самооценка. Мы поругались. Опять же, кто мы? Да, вот кто мы? После того, как я сказал о том, что он искал мне замены, он остался только потому, что там отказал. Ну то есть, как бы опять же, претензия. Он спросил, о ком я говорю, пытался, попытался съехать, на то, что раз ты спрашиваешь о ком, значит понимаешь, что я знаю, лишь пытаешься понять, о ком есть. То есть, как бы да, манипуляции уже идут. Мы друг друга не услышали, не поняли, кто мы, опять непонятно. Все, закончил с ним, он просил собрать свои вещи и отвезти в горах. Я отказался, так как не хочу его стереть. Вот это самая большая проблема здесь. Он сказал, что не готов разговаривать, так как не один, устал с работы, хочет спать. Я ответил, что да, напиши ему сообщение, прощи, чтобы он его прочитал. Опять же, здесь, как бы у вас идет, вот опора на другого человека. Он отказался, так как хочет отдохнуть, и пришла у меня лишь одну просьбу о сборе вещей, иначе, что меня испарило. Я отрываю, как бы луга от боли, написала куча сообщений, срочно бы выслушать и понять меня. А о чем? Вы же мириться, как бы не умеете. Нам надо работать над отношениями, если у нас уже получилось услышать друг друга, и надо продолжать дальше. Кому надо, для чего надо, непонятно. Как у вас получилось услышать друг друга, если вы опять поссорились? Ну, не совсем понятно. Что ссоры бывают, я люблю его и дорожаю нашими отношениями. А вот что вы вкладываете в любовь? Что вы вкладываете в то, что дорожите отношениями? Семьей. А это как? Это как? Муж и семья, это не одно и то же. Сообщение пока непрочительное, в сети же не было, я не знаю, чего ждать, получится ли нас помириться или нет, действительно, или он хочет развестись, так как он сейчас об этом говорит в ссорах, я уже не знаю, как реагировать, но сейчас мне кажется, что это конец. Помогите мне разобраться. Это и будет конец, что вы будете продолжать его продолжать вести себя вот так, если вы не займете психотерапией, не поработаете над теми проблемами, которые я указал. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сформулировать базовые постулации для работы с психологом. Удачи вам, всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!